Привет, ребят! Вчера я выложил видосик с очень спорным мнением на тему золотых пушек в дополнении к свету, но не в дополнении, а в наборе контента к свету. Видосик получился крайне резонансным, на это я и рассчитывал, и появились, разумеется, комментарии, которые обсуждали вот эту всю тему, и комментарии, должен сказать, очень даже хорошие. То есть есть комментарии, которые высказали вполне себе объективное и неплохое мнение по поводу дропрейтов, и по поводу того, что вообще я лично высказал. Мне показалось, что вот эта тема, она крайне интересная и достаточно болезненная для большинства игроков, поэтому почему бы не записать второе видео. Так сказать, продолжить нашу беседу на эту тему, чтобы прийти, наверное, к какому-то общему пониманию всей этой картины, которую у нас сделали Банджи. Если вы, ребята, не смотрели прошлый видосик, то лучше посмотреть. В нем я обсудил активность осада, там очень вкратце обсудил награды, и по большей части я обсудил золотые рамки и их низкие дропрейты в этой активности. Основные террисы, которые я пытался донести до вас, и, к сожалению, далеко не все поняли, это то, что не нужно в этой активности целенаправленно формить золотые пушки. Если вы это делаете, то вы свое время тратите впустую, вы попались на ловушку Банджи, чтобы вас заманили в игру, и вы, мягко говоря, лошарик. Это звучит, конечно, грубо, за это простите, но это реально так, потому что я гига лошара, поскольку я в эту активность наиграл очень-очень много, и Банджи я дал хорошие цифры. Давайте сначала поговорим о том, почему вообще золотые пушки такие у нас появились, и почему Банджи их сделали именно такими. Потому что это, кстати, я почему-то не стал особо сильно обсуждать, вернее, как я это обсуждал и упоминал скользь, но основной тезис я почему-то не упомянул. Единственная суть и роль этих золотых пушек по дизайну разработчиков, это чтобы вы играли в игру. Все. То есть из-за того, что у нас временно до выхода Final Shape, есть вот эти вот лимитированные версии пушек, что Банджи написали здесь прямым текстом, они позволяют игроков заманить играть в игру. То есть это стандартная история в такой игре, когда нужно поднять цифры онлайна, нужно поднять рентеншн и нужно поднять просто взаимодействие игроков с игрой, да, грубо говоря. Это у Банджи сработало прекрасно, потому что многие игроки пошли формить пушки в целом и пошли формить золотые пушки. Золотые пушки имеют свои определенные фичи и, по сути, две его главные фичи это наличие уникального орнамента, который является чисто косметикой, и второй это наличие четырех перков. То есть у вас в третьей колонке два перка и в четвертой колонке тоже два перка. Я упоминал, что геймплейно это никак не влияет, и здесь я скорее имел в виду то, что геймплейно не влияет мощность этой пушки. То есть если мы, допустим, берем какой-то адепт и его сравниваем с обычной версией пушки, у которой, кстати, крафта нет. Там, допустим, градмастеры или, например, испытания Сириса, которые выходили давно пушки, то адептовые пушки имеют немножко больше стат и доступ к модам адепт. Они не то чтобы прям сильно влияют на геймплей, особенно в ПВЕ, но в ПВП, допустим, тот же самый хаммер в адепте с каким-то полезным модом на адепта тоже там та же дальность или стабила, эта пушка, конечно, будет играться, наверное, гораздо приятнее. Но если мы говорим про ПВЕ, то в ПВЕ отличий по сути нет. Было отличие, когда мод адепт Биг Ванс носил больше урона и по боссам, и по воителям, что было, конечно, очень круто. Недавно банджи эти моды типа переработали, и теперь воители у нас тоже входят в мод босс спек. То есть теперь даже в ПВЕ адепт Биг Ванс, конечно, полезный мод, но он стал менее крутым, к сожалению. Не суть. То есть я имел в виду именно вот этот момент. Момент, который связан с четырьмя перками. В комментариях под видосом, и не только, там в моей телеге, там, не важно, а прозвучал тезис, то, что игроки якобы формят вот эти золотые пушки только ради перков и ради какого-то минмакса. С одной стороны, в этом, конечно, логика есть, потому что выбить там несколько перков на одной пушке хороших, это, конечно, круто. Там, допустим, горная вершина, там с кобурой, с автоподзарядом, с диверсантом, в третьей колонке. И там в четвертой колонке безумие и рекомбинация. Это, конечно, было бы крайне круто выбить. Но, на мой скромный взгляд, и здесь вы можете спокойно не соглашаться, это все игроки просто переоценили. Вы можете просто выбить две разные пушки, у которых будут правильные перки. То есть ценность того, что у пушек якобы четыре перка ради минмакса, чтобы можно было бегать с этой пушкой и просто менять перки в зависимости от активности, конечно, в этом смысл есть. Но, на мой взгляд, это очень сильно натянуто на глобус. Вот прям игроки это переоценивают. Потому что в этом нет никакого абсолютно смысла. То есть разница между одной пушкой, у которой четыре перка, и двумя пушками, у которых эти четыре перка, но в разных роллах, там разницы абсолютно не будет. Но будет у вас две пушки вместо одной. Окей. И что? Но здесь появляется второй тезис, то, что это экономит место в хранилище. Это тоже тезис, который, в принципе, имеет место быть. Имеет место быть. Но я считаю, что если у вас, ребята, проблемы с хранилищем, то вы в нем просто сохраняете кучу дерьма, с которым вы никогда не играете. У меня была идея записать видос, как нужно, что называется, как нужно управлять своим хранилищем. Потом у меня идея отпала, а потом банджи отменили сансеттинг. На примере меня. Вот я лютый задрот. Я выбиваю абсолютно все, что мне нужно выбить. У меня свободно, по сути, 100 слотов. У меня золотое правило, что как минимум 50 слотов у меня должно быть доступно. При этом у меня есть абсолютно все ганы, которые я хочу иметь. И тем более броня. Поэтому тезис про то, что якобы иметь в хранилище там несколько пуш... Иметь там золотую пушку, чтобы сохранить место хранилища, я его считаю полным бредом. Потому что здесь проблема скорее у вас просто с вашим хранилищем. Поэтому тоже для меня это отпадает. Опять-таки, с этим можно легко не согласиться. Потому что есть, конечно, игроки. Их много. Которые вот прям, хотя чтобы на пушке, были 4 полезных перка. Но вот у меня вчера прозвучал мой тезис, что игроки, которые это говорят, они врут сами себе. Они формят эти пушки по большей части ради орнаментов. И здесь тоже можно, конечно, в ответку сказать, что... Типа, блин, выбивать пушку ради того, чтобы там был золотой орнамент. Там немножко уникальный орнамент, который типа прикольный. Мне это нафиг не нужно. Конечно, у многих игроков это, возможно, так и есть. И им действительно пофиг на какой-то там уникальный орнамент. Но большинство игроков все-таки и выбивает ради орнамента. И это факт. Плюс гейплейный лут в игре, то есть там гадрольные перки, там статы. Они не то чтобы потеряли... Как это... Они не то чтобы потеряли своей уникальности и в ценности. Но лично для меня самый главный лут в игре является именно косметикой. Именно поэтому я обожаю там, пускай не использую, там эблемки за day one, там эблемки за соло флоулис данжи, там шейдеры, там тоже за флоулис рейды, там кораблик страйлсов, там сперу страйлсов, неважно. Для меня это самый ценный лут, потому что он входит в две категории. Первый — это сложное закрытие. И второе — это низкий шанс дропа. То есть это то, что я вчера уже упоминал. И орнамент как раз-таки ходит в эту категорию. Четыре перка — на мой взгляд полный бред. Вот вчера я тоже слышал тезис, то что вот у меня там все мои знакомые формят вот эти пушки ради четырех перков. Давайте разберем этот момент. Во-первых, у нас золотые пушки падают крайне редко. То есть в принципе шансы того, что вы получите золотой ганн, они уже априори низкие. Теперь представим, что вы фармите вот эти золотые ганны ради четырех перков, чтобы все четыре перка у вас были теми, которые вам нужны. И вы же понимаете, насколько низкие шансы получить такой ролл. Эти шансы равны примерно нулю. То есть такой ганн, конечно, можно получить, но они крайне низкие. То есть если брать всю базу игроков, которые фармят эту игру, эти активности, то есть активность, ваши шансы равны нулю. И фармить вот это, понимая свои шансы, это, мягко говоря, очень глупая идея. И это как раз-таки был мой основной тезис, что не нужно в свое время убивать ради фарма вот такого лута, у которого низкие шансы дропа. И все равно продолжается вот этот тезис. Меня орнамент не интересует, меня интересуют только четыре перка, бла-бла-бла. Чуваки. И не только чуваки. Золотая пушка — это, по сути, два ролла в одном. То есть у вас вместо двух перков будет четыре, да? Это, по сути, просто два дропа. И до дропа вот этой золотой рамки, у которой четыре перка, вы получите до этого дропа, вероятно, десяток обычных дропов. То есть вы там играете в осаду, вы там лутаете там 10 луных воев подряд обычных, потом выберите золотой лунный вой, и его можно воспринимать как двойной дроп, да? То есть будто вам упали две пушки, две в одном. Вам не кажется, что фармиться или направленные именно такие пушки — это полный бред? То есть тут подумайте сами. Возможно, конечно, вам это нравится, и тогда вам на мое мнение максимально пофиг. Но, на мой взгляд, это реально дикость. Это буквально аддитивность ради какого-то бреда. Повторюсь, то, что можно менять перки на пушке на одной, на мой взгляд, это тоже полный бред. Вы просто выбиваете два разных ролла, и все. Более того, если мы говорим про Quick Swap пушек, там, допустим, берем горную вершину с кобурой Безумием и Рекомбинацией, если вы, допустим, на фазе урона дали сначала выстрел с Рекомбинацией, а потом свапнулись на Безумие, чисто технически геймплейно вам будет быстрее поменять пушку, чем зайти в менюшку пушки и поменять перк. То есть, вот когда вот эти все аргументы я слышал про четыре перка, игроки реально не понимают, что значат вот эти двойные перки. Они просто означают то, что вы получили два ролла в одном. Это, по сути, вы пытаетесь получить в одной пушке сразу два обычных гадрола. И, на мой взгляд, это реально пустая трата времени. Другое дело орнамент. Да, многим на орнамент, конечно, пофиг. Но именно орнамент выделяет вот эти пушки. Давайте посмотрим правде в глаза. У нас в игре уже давно есть пушки, у которых по два перка в каждой колонке. Это старые адепты, это у нас некоторые сезонные пушки, хотя у нас есть крафт, да? У нас такие пушки в игре уже давно. То есть, вот это свойство двумя перками, оно здесь далеко не уникальное. Оно здесь далеко не уникальное. Орнамент — это уникальная штука, и это флекс. Поэтому, когда кто-то говорит, что он фармит четыре перка, что он фармит золотые пушки ради четырех перков, то как я это вижу? Первое. Этот чувак реально немножко не понимает всю реальность этого фарма и ситуации, с тем, что получить такой гадрол смысла нет. И второе. Он врет сам себе. Знаете, это из разряда. Вот мне никак не упадет горка с кобурой и безумием, но мне упало переполнение и безумие. Мне, в принципе, нравится. Ну, тебе-то нравится, это, конечно, круто. Только кобура гораздо лучше. Здесь то же самое. Типа, мне на орнамент пофиг, но я фармлю ради четырех перков. Только вот орнамент как раз-таки является более весомой фичой, чем четыре перка. Потому что четыре перка можно компенсировать просто двумя обычными дропами. А орнамент не получится. Можно, конечно, бегать золотой пушкой, которая дает из-за квест, но там, как правило, роллы так себе. Поэтому, если вам упал, допустим, золотой ганн, у которого, например, только два хороших перка и золотая рамка, для меня это означает уже победу. Потому что я получил вот этот уникальный косметический под фомо дроп, у которого есть главная фича, а то, что у него нет других перков в третьей и четвертой колонке дополнительных, я это компенсирую просто обычным дропом. И здесь просто важно помнить, что мы лута за эту активность получаем крайне много. Если бы мы, допустим, лутали бы только одну пушку за час, то, разумеется, да, аргумент про то, что четыре перка – это полезная штука, был бы более уместным. Не спорю. Но за ту же самую легенду, вы за 50 волн лутаете 10 пушек за сундуки, десятку, вы еще можете выбить бонусную пушку за волны, как минимум одну, это уже 11. Вы лутаете вторую пушку за ласта, это уже 12 дополнительную пушку. Еще у вас при выполнении всех мини-заданий 40 монеток. То есть вы лутаете 16 ганов за один час, даже меньше. Асада закрывать за 50 минут на том же Востоке и на Меттауне. И команда, которая прям киберкотлетит, может закрывать за минут 40-45. 16 пушек за такое время – это очень много. И если мы берем фокусировку и учитываем шанс дропа в 50%, и если он работает стабильно, регулярно, и вот это все, то вы лутаете 8 пушек за один час. Это, ребята, пиздатый фарм абсолютно. Сравните это с грандмастерами. Грандмастеры закрываются в диапазоне 15-20 минут у хорошей команды. Некоторые закрываются минут 10, но это уже лютый спидран. Возьмем диапазон 15 минут. То есть 1 час – это 4 дропа. Да, вы получаете, конечно, свой ган, который там падает на этой неделе. И да, в гэмах есть тоже 2 перка в каждой колонке. Не в каждой, только, по-моему, в третьей, да? Да, в третьей и втораялся в четвертой колонке. Здесь вы за 50 минут лутаете в 2 раза больше лута, который именно фокусированный. Да, конечно, 50% шанс дропа – это рандом все равно. Вы можете залутать за легенду только вашу фокусированную пушку. У меня такое было один раз, когда у меня все дропы, и было то, что у меня было в фокусировке. Либо вы можете заформить эти пушки, 16 штук, за легенду, сдав монетки в конце, и у вас только 2 раза упала ваша пушка. Это рандом. Но чисто математически ваши шансы 50%, и они работают. Они работают. Тут нету там никакой теории заговора, что вот мне там не везет, вернее как, то, что там что-то банджи подкрутили, бла-бла-бла. Нет, ребята, оно работает. Я наиграл в эту штуку очень много, я знаю, о чем говорю, поверьте. Вы лутаете много лута. И из-за того, что вы лутаете много лута, закрывая ту же самую легенду, у вас будут априори а. Выше шансы получить правильный ролл, гадрол на вашу пушку в обычной версии, и б. У вас будет выше шанс получить золотую пушку. То есть, по сути, получение лута и получение золотых рамок напрямую привязано к тому, как вы закрываете эту активность. Если вы по какой-то причине до сих пор фармите 10 волн на легенде, то вы сами себе стреляете в ногу. Потому что с тех пор, как банджи бафнули награды в осаде, закрывать 50 волн стало гораздо полезнее. Я закрываю за 50 минут, 55 с ребятами на стриме, там ни стрима, не важно. Лутаю 12 ганов, как правило, и еще 40 монеток. Это более эффективно, чем фармить 10 волн. И я знаю, о чем говорю, потому что до бафа наград я фармил 10 волн. Очень много. До хуя фармил. Потом, когда банджи бафнули награды, я стал фармить 50 волн, потому что, наконец-то, этот фарм стал более эффективным. То есть, банджи бафнули количество наград, и это бафнуло ваши шансы, наши шансы, получить гадрольные пушки и золотые ганы в целом. То есть, банджи, они, по сути, бафали дропы золотых пушек тем, что они бафнули, в принципе, дропы. И здесь мой основной тетис, про который я говорил в прошлом видосе, про который в комментариях, по-моему, никто не написал, к сожалению, хотя я на это делал большой акцент, должен был быть крафт. Вот он должен был быть. Поскольку у нас после выхода файл шейпа, как я понял, тут я, возможно, ошибаюсь, потому что банджи это как-то криво написали везде, у нас в версии 50 волн она уйдет. То есть у нас останется только версия в 10 волн и у нас уйдет фокусировка. То есть шансы выбить уже обычный ган в гадроле с выхода файл шейпа будет крайне, сука, низкий. Он будет крайне, сука, низкий. Банджи собираются потом в будущем добавить фокусировку, вернуть ее, но дату файл шейпа это нужно все выбить. Иначе у нас будет, разумеется, ситуация. Поэтому крафт здесь был бы очень даже к месту. И повторю вот свой тезис с прошлого видоса, потому что реально вот то, что я предлагал бафать для игроков и для фарма, почему-то вы, ребята, заигнорили напрочь. Ну, классика как бы. Плохое сделаешь, запомнят. Один раз сделал хорошее сто раз, сразу забудут. Нам нужны были крафтовые пушки и золотые пушки могли бы в улучшенной версии иметь смену перков в первой и второй колонке, то есть в магазин и ствол. Вот это, на мой взгляд, была бы идеальная система. Потому что игроки получат свои обычные гадролы, обычные гадролы за счет крафта, и если им вдруг повезет, вдруг повезет, у них золотая пушка будет иметь, ну, вот этот дроп уникальный будет иметь, а, уникальный орнамент, и, б, 4 перка. И при этом еще будет смена мастерворка и магаз... не мастерворка, а ствола и магазина. По-моему, это было бы балдеж. У нас этого, к сожалению, нет, и мы имеем то, что имеем, но вот это было бы, реально, на мой взгляд, вот прямо заебись. Это было бы круто. Но, к сожалению, нет. Есть также тезис, который не актуален по поводу того, что вот вообще-то двойные перки полезны на гранатомете Edge Transit, потому что вы можете застакать завистливый ассасин, то есть переполнить магазин, на фазе урона засвапать ассасин на каскадпоинт, на быструю стрельбу, и у вас будет имба. Сейчас, ребята, будет белый экран. Я предупредил. Еще в начале этой активности, уже на второй или на третий день, Банжи написали на Reddit, что они видели дискуссии по поводу вот этой комбинации, то есть смены ассасина на каскадпоинт, на Edge Transit, и Банжи написали, что они в будущем, скорее всего, с этим будут что-то делать. Поэтому они буквально не советуют фармить эту комбинацию до потери пульса. То есть вам даже Банжи прямо сказали, что, ребята, золотые пушки фармить – это безумие полное. Я подозреваю, что Банжи просто сделают так, что при свапе с ассасина на другой перк, у вас ассасин, ваши набранные пульки, они уйдут обратно в резерв. То есть переполнения не будет. Поэтому даже здесь, чисто геймплейно и технически, фармить тот же Edge Transit, тупо смысла нет. И Банжи про это написали еще месяц назад. Другое дело, конечно, что это они написали на реддите, а не в твабе и не в игре. Но это уже совершенно другой разговор. Надеюсь, что теперь вот мои тезисы по поводу четырех перков и орнамента стали более понятными, потому что в прошлом видосе, возможно, я не особо правильно и подробно изъяснился. Тезис тот же самый. Не формите целенаправленно золотые рамки. Вы впустую тратите время. Выбейте несколько роллов обычных. Вот я привожу пример себя. У меня две горные вершины. Кобура. Безумие с правильными статами. Кобура. Рекомбинация с правильными статами. Обычные пушки. Не золотые. Все. Мне заебись. То есть мне не нужен золотой ган, у которого будет четыре перка. Типа зачем? У меня есть один такой маутентоп, правда, с переполнением диверсантом и рекомбинацией. Зачем он мне нужен? Я хз. Но пускай валяется. На случай, если переполнение в улучшенной версии будет иметь три перка, три пульки в магазине. При этом свапаться на диверсанты one for all я не буду. Типа нафиг. А вот то, что тут золотая рамочка есть, для меня это прикольно, потому что это уникальный косметоз. Теперь давайте поговорим про дропрейты. Один из тоже самых популярных аргументов и тезисов это про то, что банджи могли бы сделать за 50 волн гарантированно золотую рамку. Я с этим в корне не согласен. Абсолютно. Потому что это не то, чтобы обесценит вот эти золотые рамки, но гарантированные дропы за 50 волн в какой-то степени идут в разрез с дизайном этих пушек у банджи. Потому что, повторюсь, в сотый раз. Банджи задизайнили вот эти золотые рамки таким образом, что они являются крайне редким дропом. Это дроп, который является чисто косметикой, да, конечно, с доп-перками, с доп-перками, однако, если они будут где-то падать гарантом, то вот этот момент с редким дропом, он будет тут же уничтожен. Это идет в разрез с дизайном лута в этой активности. И когда Банджи, в принципе, говорили про вот эти пушки на своих стримах про Into the Light, они говорили, что вот главное это орнамент. И параллельно там есть 4 перка, чтобы было больше спайса. Но Банджи делали упор именно на орнамент. И, что называется, тут возникает ответный вопрос, да, к игрокам, которые против гарантированных дропов. У тебя разве отвалится жопа, если за 50 волн будет падать гарантированно золотая рамка? Я только рад буду, ребята. Я только рад буду. Не в том плане, что жопа, она уже отвалилась, когда я оформил эту активность, я буду рад, если за 50 волн мне будет падать гарантированно золотая рамка. Типа, это круто будет. Только это идет в разрез философии Банджи. И здесь ответный вопрос. У вас отвалится золотая жопа, если у вас не будет золотой пушки? пушки. То есть, тут, что называется, ответ вопрос на вопрос, да? А у вас та жопа отвалится или нет? Если вы скажете, что да, у меня вопросов нету, то есть, окей, да, вам реально, прям чисто важно, принципиально, получить золотые пушки, тогда окей, уважаю ваше мнение. Если вы скажете, что у вас не отвалится жопа, ну, почему тогда вы говорите про гарантированные золотые рамки за 50 волн? Почему вы это говорите? Типа, если вам пофиг. По-моему, это странно, да? По-моему, это странно. И еще один аргумент, тезис, то, что якобы вот эти пушки доступны только до выхода Final Shipping, так в этом, ребята, и суть, это FOMO. Вам это может не нравиться, вы можете это хейтить, так в этом и суть. В этом как бы и суть, что эти пушки доступны временно, и это добавляет им ценности. Гораздо очень много добавляет им этой ценности. У нас в этой игре и так ценового лута крайне мало. Пройдемся снова, да, там кораблик за маяк, там сперо за маяк, там, не знаю, там орнаменты девятки на броню уникальные, которые нельзя выбить больше, потому что у нас девятки больше нет в игре, как в лоре, так и в самом геймплее, да, там шейдеры за флоулицы, там эмблемки за дейван, неважно. У нас такого лута в игре и так крайне мало. А на мой взгляд, таких игр такой лут должен быть. То есть у игроков должен быть, у них должны быть возможности и лут, чтобы пофлексить. Если бы вот эти пушки падали бы постоянно, даже после выхода Final Shape, у них вот эта ценность ушла бы. И опять-таки, вы можете не соглашаться с моим мнением, но это дизайн банджи, то есть тут не я придумал. Если бы эту бы штуку делал бы я, я уже сказал, я бы сделал бы крафт обычных ганов и на золотые пушки я бы сделал бы смену мастерворка, не мастерворка, а ствола и магазина при выходе Final Shape. я бы сделал бы именно вот так, чтобы крафтовые ганы были заебись, но золотые пушки все еще имели большую ценность из-за того, что у вас будет четыре перка в каждой колонке, два перка в каждой колонке, простите, и у вас будет уникальный орнамент. Я думаю, этого было бы достаточно. Вы можете не соглашаться с философией банджи и с их дизайном вы можете жаловаться и ныть, именно ныть, на то, что это фома, оно, ребята, работает. Это способ вернуть игроков в игру, чтобы они играли в эту активность и фармили эту активность. Вам, опять-таки, это может не нравиться. Мне это тоже в принципе не нравится, в принципе, потому что, на мой взгляд, фома в игре это не очень круто. Но есть разница между фомой и геймплейным, то есть лут, который на геймплей влияет, и есть разница с фомой, который чисто на косметику. Когда у нас был анонс к свету и банджи написали, что у нас будет таймгейт аж в 6 недель на выход всех пушек, у меня реакция была, банджи, вы что, долбоебы нахуй, типа у вас одна пушка будет падать только 2 недели, ебать. Тут речь уже не о золотой рамке в гадроле, тут речь о обычной пушке в гадроле, потому что это все еще рандом, и вам может банально не повезти. Это был пиздец, и это был реально перебор. Банджи, к счастью, фидбэк быстро освоили, почитали, приняли, и изменили таймгейт с 6 до 3 недель, что вполне себе оптимально, потому что это бы повлияло на геймплей, потому что здесь пушки очень крутые. Не факт, что они будут постоянно в мете, но они здесь очень даже крутые. Если вы спросите лично у меня, то здесь только 2 пушки, реально мастхэв, это горная вершина, и Эдж Трансит, если у вас нету катафракта из испытаний Осириса. Когда мы говорим про косметику, то на геймплей она не влияет. Она влияет только на флекс, и назовем это личное удовлетворение. Конечно, мне приятно, когда у меня какая-то пушка имеет золотую рамку. Вот, допустим, мой ПВЕшный лунывой, мастерворк на перезарядку, расширенный магазиноприемник, хилкрип раскаленность и еще просветленное действие. То есть, это мне в кайф. Прям балдеж нравится. Но та же самая горная вершина. Нету золотой рамки, ну и хер с ним. Ну и че. Типа, ну ладно. Зато у меня есть мой гадрол. И это самое главное. Если бы у нас был бы старый таймгейд, и были бы только 2-3 недели на фарм последней пушки, я бы не получил гадрол до выхода файнал шейпа, хотя бы обычный. Это мало это вполне может произойти. Это рандом все еще. У меня бы жопа реально бы сгорела. Вот поэтому нужен был крафт. Он здесь нужен был. Но то, что касается косметики и фома, к этому нужно проще относиться. Я считаю, что игроки слишком переоценивают 4 перка. Ну типа 2 перка в каждой колонке в золотых рамках. И многие игроки прикрываются вот этими дополнительными перками, когда истинная причина, почему многие формат эти пушки, это потому что флекс. Это потому что орнамент. Ну я считаю, что это так. Возможно, я не прав и вам реально вот прямо ну крайне нужны 4 перка. Вот прямо вы без них жить не можете. Но вы должны понимать, на что вы идете. Вы идете на шансы дропа золотых пушек 2,5% что посчитали недавно игроки из выборки в 1000 дропов. Ну один игрок посчитал, не суть. Так вам нужно еще и перки выбить. Когда это все можно заменить на 2 обычных дропа. А вот орнамент вы никак не замените. Это уникальная штука. Это единственная уникальная штука на вот эти пушки. Потому что двойные перки это далеко не новинка. вот такой ребята видосик продолжения после вчерашнего который поджег некоторые жопы. Но я считаю что это нужно было обсудить еще более детально. Я здесь не пытаюсь вас отговорить от фарма золотых пушек. Тут как бы каждый дрочит как хочет разумеется. Но многие тетисы которые игроки говорят они на мой взгляд что называется просто буквально пешки дизайна. Если вас ребята трясет от того что пушки доступны только до файнал шейпа то банджи все сделали правильно. Если на вас работает фома то разработчики умные а вы нет вы глупый игрок. Это к сожалению факт. Против меня это сработало с Миднайт Купом. Его золотым я реально хотел. Прямо чисто принципиально хотел его золотым получить. Здесь я лошара полная. Но меня интересовал только он. И я к счастью получил эту пушку. Но я наиграл очень много часов. Другие пушки мне максимально пофиг. То что они упали просто повезло пока я фармил обычные пушки тут. Ну плюс давайте не будем забывать про то что наверняка многие ганы многие игроки после выхода фаналшейпа поставят мементас и поставят уникальный орнамент. Ну да ладно. Вот такой ребята видосик. Пишите дальше ваши комментарии. Если комментарии снова будут заебись то мы продолжим эти видосы. Потому что я видосы стал делать гораздо реже потому что нет тем для видосов но я наконец-то тему нашел. До свидания.